Приветствую вас. В вашей ситуации, я вот тут видел, что вам ответили уже коллеги, но я хочу сразу дать какую-то обратную связь, да? В вашей ситуации, к сожалению, возможно несколько моментов, только, которые как-то вот могли бы данный элемент объяснить, да? Значит, первое, то, что человек манипулирует вам. Это первое. То есть это то, что просто манипуляция такая. Второе, это то, что человек действительно достаточно неустойчиво. Действительно у человека несколько нестабильное настроение, нестабильная психика, можно вот так сказать, к сожалению, да. Вот. И, соответственно, человек, ну, будучи нестабильным, переносит на вас какие-то свои моменты, переносит какие-то свои аспекты. Вот. И в целом вообще достаточно как-то вот негативные, ну, негативные на свои трекеры, да? Вот. То есть это вот то, что один из двух вариантов. Что мне кажется в этой ситуации, то, что вы сами в какой-то степени, я боюсь, что вы сами в какой-то степени становитесь зависимыми от данного человека, вы сами подаете моего манипуляции. Вот. В случае, если человек действительно ведет себя так, это признаки неустабильности психики, ему нужно к специалисту обратиться. Обратиться, если это манипуляция, то, да, это, как бы, ну, как бы, нет, к сожалению, такого человека нет, как вам, чувств, либо он очень очень специфичные ценности имеет и специфичные представления о, значит, ну, об отношениях, вот, специфичные представления о том, что такое любовь, забота, понимание, вот, и так далее. То есть, опять же, это вот вопрос к вам, да, естественно. Готовы ли вы все это, готовы ли вы со всем этим мириться, да? Готовы ли вы все терпеть или, соответственно, нет? Вот. То есть решение здесь принимаете вы исключительно. Вы и только вы. Больше некому. Вот. Обида. Объективно это манипуляция, да, то есть, как бы, это вот привычка человека, таким образом получать желаемое, выезжать на чувство вины и как следствие, как следствие перекладывать ответственность. То есть, ну, всегда так бывает, что когда, если человек перекладывает ответственность, вот, когда человек обещается, то он сам проблему не решает. Проблема всегда решается другим, не им самим. Это вот самое такое, вот, ну, самое неприятное, я бы сказал. Таким образом, люди не получают опыт, новый опыт, вот. Люди не получают новых каких-то интересных моментов, вот, связанных непосредственно. с тем, что, ну, с тем, что делает он, 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 он. И, в общем и в целом, это может быть, достаточно периодные проблемы, когда человек по сути, когда человек по сути не получает опыт, вот. Поэтому, то, что вы делаете, это, я бы это описал, я бы описал, то, что вы делаете, как, просто, проживание чужой жизни. Вот. То есть вы просто проживаете чужой жизни за человека и, да, по сути, по сути, по сути дела. Вот. И, чем больше вы так будете делать, тем больше человек будет относиться к вам неуважительно. Потому что, потому что, потому что, уважать можно только, только того, кто, по сути, относится к себе, да. Вот. А вы к себе относитесь сам неуважительно, раз позволяете человеку так вот себя, ну, вести с вами. Это – зал, терпись, ну, вы. Мужина понимает, ну,器… Ну, что вы, например, становитесь зависимым от него, чем дальше, тем больше вы становитесь зависимым. Ну, как бы, хорошего в этом, я думаю, для вас абсолютно ничего нет, поэтому для меня здесь все очевидно достаточно, вот, но я не знаю как для вас, очевидно ли для вас. Ну, как бы, такая вот штука. К сожалению или к счастью, мы не можем предсказывать больше, мы не знаем у человека к вам. Изначально не было чувства или все-таки они исчезли. Спустя какое-то время, вот, я думаю, что вот сам факт того, что вы это спрашиваете, да, он уже как бы говорит немножко о том, что вот человек зависел. И что, несмотря, вот, несмотря на его, ну, поведение, такое вот поведение, несмотря, все равно вы хотите, чтобы он там, грубо говоря, был с вами. Например, вот, например, вот, все равно вы, грубо говоря, грубо говоря, хотите его удержать. Вот, хотя он относится к вам, ну, вот так. И что здесь? Здесь враг, одиночество. Ваш. Здесь заниженная самооценка. Здесь негативный опыт, ну, как бы, расставания в прошлом. Здесь какие-то еще вещи, которых вы, может быть, не упомянули, но которые достаточно важны, чтобы об этом говорить. Вот. То здесь вам нужно самой подумать, здесь вам нужно самой как-то поисследовать, посмотреть. И я уверен, что при желании вы найдете причины, по которой вы за него держитесь. С другой стороны, если вы считаете, что на вас есть за что обещаться, да, то, ну, никто не мешает, в принципе, вам, извиниться, никто не мешает, в принципе, как бы, попросить у человека прощения за то, что вы, там, на самом деле делать не хотели, например. И я думаю, что это будет очень неплохо, но вопрос немножечко в другом, да? Вопрос в том, какие у этого будут последствия. Вот какой вопрос здесь. А вот последствия – это то, что всегда, к сожалению, под вопросом, вот, там что, то, как ведет себя человек по отношению к вам, да, вызывает вот определенный вопрос. Сейчас я еще раз посмотрю ваш текст, значит, так, сейчас, так, парень обижается, когда сам ведет себя не лучше. Так, ну, вот здесь у меня есть ощущение, что вы, знаете, как будто пытаетесь, ну, я не знаю, как будто вы пытаетесь мириться с ним, с силами, как будто вы пытаетесь, типа, типа, а я, а вот он ничем, ну, грубо говоря, да, ничем не лучше, там, меня ведет себя вот так и так далее. Ну, то есть, как будто, просить, ну, на мой, на мой взгляд, ну, не совсем просто позитивное, да? Потому что, ну, подобному соперничеству, как мне кажется, ну, не место в отношениях к подобному соперничеству. Ну, я не, эм, ну, ста, ну, на этом, просто, это дело не в том, как мне думается, что он, дело в том, что вы, да, да, если вы, там, ну, к примеру, искренне, да, допустим, допустим, если вы, вы искренне, искренне, то, какая разница, что делает он, понимает, в чем фишка, а вот. Если вы, ну, как бы, не искренне, да, ну, допустим, допустим, опять же, допустим, как бы, если вы не искренне, полностью, ну, в полной мере, то, что тут, опять же, не важно, что он, как бы, главное, что вы, что вы, вот, от себя несколько отдаляетесь. Так, искренне извинялась, вот, эм, такой вопрос будет, наверное, эм, к вам, вот, искренне, искренне извинения, да, это вот, что такое, для вас, что такое, искренне извинение, я, эм, не с целью, там, обвинить вас, спрашиваю, или, как-то, поздравить, просто хочу, эм, понять, когда вы, если не изменяетесь, эм, то, чего вы ждете, вот. Может быть, это приведет нас, как раз, к некому пониманию того, эм, что с вами происходит. Может быть, это приведет нас к некому пониманию того, какова проблематика ваша и ваше отношение. Вот, эм, не факт, конечно, конечно, не факт, но вполне может быть дальше. Эм, да, как он игнорирует меня, как говорится, гораздо решаю определить, что у него нет ничего, кроме злости. Ну, здесь, на мой взгляд, как бы, попытка переложить ответственность на вас, вот, потому что, то, что у него злость, например, это его проблема. Только, вот, к вам это не имеет отношения никакого. Вот, и я очень хотел бы, наверное, чтобы вы, как-то, вот, спросили себя, ну, хорошо. Вот, он говорит, что у него нет ничего, не у ничего есть, кроме злости. Эм, и что это значит для меня? Для меня это что-то отношает? Вот, я сама, эм, сама, что думаю по этому поводу. Вот, мне кажется, что это довольно важный момент здесь, потому что это то, по сути, что определяет ваше поведение в отношениях. То есть, если, если вы говорите, а, ну, окей, ты злишься, я понимаю и, как бы, я беру за это ответственность, да, за то, что, ну, за то, что, вот, ты злишься. Ну, вот, то, ну, а зачем тогда, ну, зачем тогда мужчине вести себя, там, как-то, вот, по-другому? Зачем тогда поступать как-то? Для чего поступать? Тогда как-то иначе, да? То есть, зачем? Зачем? Дальше. Эм, постоянно подозревает меня в тихом-то это недоверие. Недоверие это, эм, уязвимость, борьба, непринятая своей уязвимости. Тон разрывается чисто холодно. Ну, вот здесь это выдаёт, конечно, некоторые эмоциональные качели. Вот. Эм, я, не знаю, насколько там, Дэнн, Сычи Браза, но вам нужно для себя решить, хотите ли вы сами в этих эмоциональных качелях находиться. То есть, вот, именно, э, потому что кроме вас, э, ну, на этот вопрос больше никто не ответит, не ответит. А если хотите, то, ну, тогда, находитесь туда, вот, будет та, которая вообще реально, чтобы вы выбрали такого человека, который не обращает ошибок. Вот. И, ну, как бы он, не то чтобы он не виноват, просто он такой. И всё. Дальше. Он сильно обиден, потому что, что делал, что делать, чтобы что. Вот, эм, ваше желание, что делать, оно желание чего здесь? Подумайте, подумайте. Об этом это. Мне, мне, как, э, мне кажется, это очень, ва, очень важно. Для вас лучше осознавать свои желания, лучше понимать, чего я хочу. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok